В этот день, 27 ноября, родились. Егор Конкрин – многолетний министр финансов Российской империи. Композитор Александр Варламов. Его творческое наследие – около двухсот романцев. Автор песен «Назаре ты ее не буди» белеет парус одинокий. Великий князь Олег Романов – правнук императора Николая I. Единственный из представителей династии Романовых, погибший в Первой мировой войне. В этот день, 27 ноября 1671 года, русские правительственные войска освободили Астрахань от сбунтовавшихся казаков Степана Разина. 27 ноября 1705 года издан указ Петра I о создании первого в России полка морских солдат. 27 ноября 1877 года в Санкт-Петербург поступили первые четыре телефонных аппарата. Слышимость их достигала десятки километров. 27 ноября 1885 года офицер-гвардеец был укушен бешеной собакой. Его срочно отправили в Париж к знаменитому Пастеру для прививания. Это дало начало буму развития санитарии в России, появлению Института экспериментальной медицины. Упоминания о бешенстве можно найти еще в знаменитой Гомеровской Ильиаде, Аристотеле, Витцена. Другие ученые разных эпох пытались разгадать тайну болезни. Случалось, что эта неизлечимая смертельная хворь терроризировала целые деревни, в том числе и в России. Но как вылечить от этой напасти удалось узнать только французскому ученому Луи Пастеру. От опытов на животных к наблюдениям за людьми переходить было рано, так считал Пастер. Но 4 июля 1885 года произошел несчастный случай, когда бешеной собакой был укушен 9-летний Йозеф Мейстер. И мать решила, пусть старый ученый попробует свое средство на ее ребенке. Пастер сдался перед горем матери и решился сделать прививку. В результате ребенок был спасен. В ноябре того же года в Петербурге взбесившейся собакой был укушен офицер гвардейского корпуса, которым командовал принц Александр Ольденбургский. Это событие стало знаковым для российской науки. На средство принца офицера направили в Париж в сопровождении военного врача Круглевского, прямиком в чудо-лабораторию Луи Пастера, с которым принц был знаком лично. Круглевскому было поручено ознакомиться с приготовлением яда бешенства. Вслед за первыми этими пациентами к Пастеру стали прибывать другие пострадавшие от укусов животных. Из Франции, Англии, Австрии, Америки. А 1 марта 1886 года он получил телеграмму из города Белой Смоленской губернии. «20 человек укушены бешеным волком. Можно ли их прислать к вам?» Пастер сейчас же ответил присылать укушенных немедленно в Париж. После того, как было спасено более 2,5 тысяч человек, пастеровские прививки были признаны во всем мире. На средства, собранные по подписке, открылся институт Пастера. Французские газеты при этом отмечали, русское правительство пожертвовало на институт Пастера 100 тысяч франков, то есть по курсу 40 тысяч золотых рублей. Сообщалось также о награждении Пастера орденом Анны Первой степени с бриллиантами. Самая первая после Парижа станция прививок против бешенства была создана в Одессе. Мечников, уже тогда ученый с мировым именем, организовал ее и работал, отказавшись от жалования. Но огромной России одной из станций было мало, уже через месяц в Москве открылась еще одна. С ней связано имя великого профессора Склифосовского. Постепенно такие станции появились в Петербурге, Смоленске, Самаре, Иркутске, Киеве, Харькове. Это было одним из величайших достижений российской медицины и санитарей. Принц Эльдембургский обратился к императору Александру Третьему, и 2 ноября 1888 года было получено высочайшее разрешение на учреждение при Свято-Троицкой общине Сестер Милосердия научного заведения, главной задачей которого будет изучение причин возникновения различных инфекционных заболеваний и разработку борьбы с ними. 8 декабря 1890 года институт был освещен и торжественно открыт. Бешенство на земном шаре не ликвидировано до сих пор, но работы над усовершенствованием вакцины ведутся в международном масштабе. И люди уже забыли тот кромешный ужас, что болезнь наводила на целые области. И стало возможно это не в последнюю очередь, и благодаря той активности в борьбе с нетугом, что проявило российское правительство и наука еще на закате 19 века.